МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О заметных событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ и я, Олег Степанюк. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Потрясенные стихией из разрушенного сильнейшим землетрясением Непала эвакуируют белорусов. В стране продолжаются подземные толчки и поиск пострадавших. Трагедия глазами очевидцев в репортаже наших корреспондентов. Не изменяя традициям, в Беларуси стартовал очередной студенческий трудовой семестр. Дмитрий Байрович, подробнее. В ритме вальса около 500 ветеранов встретились сегодня на балу победителей. Подробности этого торжественного мероприятия в репортаже Анастасии Бенедесюк. Спасибо вам, ветераны. Ведущие корреспонденты СТВ присоединились к празднованию 70-летия со дня Великой Победы. Слова благодарности ветерану в Витебске говорила и Анастасия Бут. В Минске стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. Как грация готовится к турниру и чем занимаются в свободное время, знает Анна Галёта. Начнем выпуск с сообщения из разрушенного мощнейшим землетрясением Непала. Там продолжаются подземные толчки. Минувшей ночью произошли новые до 6 баллов. Чуть позже было зафиксировано еще около сотни повторных. А в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы. Погибло около 6 тысяч человек. На склонах Эвереста из-за схода лавины заблокированы несколько десятков альпинистов. Страна уже обратилась за международной помощью. Накануне в Москву доставили двух белорусов. Они не пострадали, но потрясены случившимся. Ольга Коршун встретилась с теми, кто обрел твердую почву под ногами. Все люди начали убегать из домов и в паниках. Случился обвал в горах, большой столб пыли на серпантине. Дальше стали попадаться камни на дороге. Потом гид сказал, что вроде как землетрясение. Павел вернулся из Непала только накануне поздно вечером. Он отправился в экзотическую страну, чтобы покорить Гималай. Когда игру повернулась в столицу страны, Катманду, увидели город, практически полностью разрушенный и охваченный паникой. В зданиях было опасно находиться. Ночевали под открытым небом. Ночью температура опускалась до нуля и шел дождь. От холода спасало только спортивное снаряжение и небольшой навес. Но даже не это было самым страшным. Страшнее всего было, наверное, когда в аэропорту начался на следующий день. Там было где-то порядка шести баллов, еще один толчок. И на большое количество людей начинается паника. Все бросаются к выходу, начинается давка. Небольшому аэропорту скопилось несколько тысяч человек. Улететь удавалось немногим. Из-за возможных подземных толчков самолетам было запрещено садиться. Выйти на связь с родственниками тоже не удавалось. В городе не было ни интернета, ни телефонной связи. Чтобы попасть на свой рейс, пришлось в прямом смысле брать воздушное судно штурмом. Никаких объявлений, никакой информации, никаких вывесок. Просто толпа людей внутри аэропорта с сумками, с багажом и пытаются хоть как-то улететь. Из охваченного стихийным бедствием Непала недавно были эвакуированы еще двое белорусов. В Москву их доставил спецборд МЧС России, где находились также граждане Латвии, Таджикистана, Казахстана и Украины. Сейчас в Непале разгар туристического сезона. На данный момент неизвестно, сколько точно наших соотечественников могут находиться в этой стране. Эвакуированные сказали, что не располагает информация, остаются ли еще в Непале другие граждане Республики Беларусь. А сегодня они уже сообщили, что прибыли в город Минск. Сотрудники посольства Республики Беларусь в Москве готовы продолжать отслеживать ситуацию при случае необходимости оказать поддержку белорусским гражданам. В момент трагедии у нас в Непале находилось 8 человек. На вчерашний день мы их вывезли из Фокора и они вчера вечером благополучно улетели домой. Трое из восьми уже в Минске и пятеро уже будут, я думаю, сегодня кто-то в Минске. В Непале ситуация остается крайне напряженной. Сегодня там произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 6. По последним данным, жертвами землетрясения стали более 6 тысяч человек. Еще около 11 тысяч пострадали. Разрушены сотни домов. В стране объявлен режим чрезвычайного положения. Обломки разбирают круглосуточно. Вот этого 15-летнего мальчика вытащили из-под завала всего несколько часов назад. Он провел там 5 дней и выжил. Чтобы не навредить подростку, спасатели несколько часов разбирали обломки вручную. Чудом выжил и трехмесячный малыш, который провел в каменной ловушке 22 часа. Но специалисты говорят, что надежда найти живых под завалами тает буквально с каждым часом. Тем временем на главной площади Катманду каждый вечер сотни людей зажигают свечи в память о тех, кого уже не удалось спасти. В стране объявлен трехдневный траур. Ольга Коршун, Маргарита Прохорчик, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. В Беларуси продолжают активно обсуждать послания президента народу и парламенту. Глава государства затронул практически все вопросы, волнующие сегодня белорусов. Однако, чем бы ни говорил в своем послании Александра Лукашенко, экономики или мировой политики, здоровье граждан и образовании, ясно одно – залог успешного развития государства в его независимой политике. В частности, одна из составляющих экономической безопасности – защита внутреннего рынка. Анастасия Иваникова продолжит. Многофункциональные холодильники, современные телевизоры и бытовая техника, товары отечественные и импортные. На полках белорусских магазинов они зачастую соседствуют. Вот только такими же соседями в покупательской корзине становится не всегда. Взять, к примеру, телевизоры рублем за белорусские модели потребители голосуют не всегда. Если не сказать даже редко. В плюсах хороший сервис. А вот цена, как правило, выше, чем на зарубежные аналоги. Отечественные телевизоры будут выигрывать ценой и сервисом, но у них более узкий модельный ряд. А импортные телевизоры будут выигрывать своим более широким модельным рядом. Впрочем, зачастую покупатель отдает предпочтение лишь раскрученным брендам, рассказывают нашей съемочной группе уже сами производители. На известном белорусском предприятии не один год выпускают холодильники, стиральные машины и различную бытовую технику. Продукция востребована на мировых рынках. Страны СНГ, Европа, Прибалтика. Совсем недавно рынки сбыта расширились. Добавилась Германия и Польша. Страны, которые и сами в мировом топе по поставкам техники. Факт говорящий отмечает Кирилл Лимаренко. С рекламой он уже давно на «ты», говорит, потребитель готов платить за качественную и нередко раскрученную технику. Мы же отдаем предпочтение как и бренду, так и изделию в целом. То есть есть бренды, которые с большим именем, за которые потребитель готов переплачивать. А есть бренды, которые менее ценные в глазах потребителя. У которых ниже качество, у которых ниже уровень сервисного обслуживания, у которых ниже гарантия, у которых менее внедрены технологии. Современный дизайн, хорошие технические характеристики, да и находится белорусская техника в среднем ценовом сегменте. Среди плюсов и своевременное сервисное обслуживание. Своевременно обратиться к сервисанту – это немаловажно, потому что это зависит сегодня и от времени, и это зависит сегодня и от цены обслуживания. Поэтому подменный фонд мы сегодня используем по отделу сервиса. Но стоит ли тогда ввозить в Беларусь такое количество продукции зарубежных производителей? О том, что наш внутренний рынок должен быть надежно защищен, накануне говорил и президент. Во время послания к белорусскому народу и национальному собранию. Ведь от ввоза иностранной продукции свои рынки уже защищают страны ЕАЭС. Почему при наличии такого производства холодильников мы ввозим этот хлам из-за рубежа? Чем хуже наш холодильник? Мы положили телевизионное производство. Мне нынешний премьер, боюсь, что и нынешний вице-премьер, начнут говорить. Ну, вы знаете, мы в Евразийском Союзе. Привожу параллельный пример. Когда обрушился рубль в России, мы ведь ничего против России и своих партнеров, которые в Евразии, никаких мер не приняли. Что сделал Казахстан? Это мне Нурстан Абиш рассказывал. При Путине рассказывал. Говорит, ну вы меня поймите. У вас обвалился рубль. Ваши автомобили наполовину дешевле стали. Наши хихлынули на казахский рынок. А там же и японцы, и корейцы, и китайцы, и Западная Европа создали свои производства. И у них остановилось всё разом. И не только по автомобилям, и по другим позициям. Что сделал Нурстан Абишевич? Он просто закрыл поставку российской продукции, которая мешала его производителям. И запретил её продажу на территории Казахстана. Так а мы что? Да, не надо делать вот такие шаги. Взяли, закрыли, запретили. Потому что и нам могут закрыть. Но договариваться надо немедленно, чтобы защититься. Закрыть рынок можно высокими таможенными пошлинами. Вот только не станут ли белорусы покупать продукцию за рубежом? Нужно не закрывать рынок. Потому что если мы его полностью закроем, вы сами понимаете, у нас граница с Россией открыта. Люди будут вывозить опять валюту, покупать и вести телевизоры здесь. Это уже не просто нам нужны инвестиции, а выходить на конкретные производства и пытаться всеми силами притянуть сюда, на нашу базу. Притянуть, ну, если не мировые бренды, то хорошие, качественные производства. В то же время менять нужно и подход к продаже товаров, отметил президент во время послания. Сначала искать рынки сбыта, а потом уже производить продукт. У нас все наоборот. Надо все-таки нам просчитывать как-то рынки, куда нам надо входить, а куда не надо входить. Потому что мы не должны действовать методом проб и ошибок. А должна быть системная работа в этом плане. За более чем два с половиной часа общения поднято было немало вопросов. Эффективность управления экономикой, создание благоприятного бизнес-климата, диверсификация экспорта, использование новых подходов в сельском хозяйстве, социальные темы. Послание – это не просто анализ ситуации в государстве, но и стратегия действия на ближайший год. Мне показалось крайне интересным то, что речь шла о таких вопросах, как защита собственности инвесторов, как предоставление большей свободы предпринимательской инициативы, как признание права руководителей предприятий на риск определенный. Это тоже важно, потому что без такого права человек лишается маневры. Поэтому мне показалось интересным выступление, потому что оно дает несколько новый вектор развития экономической ситуации. Анастасия Иванникова, Екатерина Желянина, Ольга Волосовец, телекомпания СТВ. В Беларуси стартовал студенческий трудовой семестр. В течение полугода более 70 тысяч молодых людей будут работать в строительных и педагогических отрядах. Расширена их трудовая география. В нашей стране студенты приложат руку к возведению Белорусской АЭС. В России космодрома «Восточнее». Подробнее Дмитрий Боярович. Летний трудовой семестр у студентов начался официально на Минской площади флага. Сюда приехали со всей страны. Эти молодые люди будут трудиться все лето. Путевки на рабочие места они получили в торжественной обстановке. Работать в студотрядах в этом году будут 70 тысяч человек. Это каждый шестой студент в стране. Некоторые из них на знаковых объектах. К примеру, Белорусской АЭС. Там работал и Александр, студент Университета информатики. Говорит, понравилось. Еще и денег заработал туда же. Едет и в этом году. Понравилось все. Это новое знакомство. И достойный коллектив был со мной. В этом году я тоже собираюсь отправиться командиром отряда. В прошлом году я заработал порядком около 20 миллионов. В этом году обещают то же самое. Стройки, рабочие места традиционные. Но предоставят студентам и другие возможности. Например, вакансии в сельхозотрядах. В них в прошлом году трудились 7 тысяч человек. Убирали урожай и помогали по хозяйству аграриям. Плюс отряды сервисные и экологические. Обычно наш отряд это где-то месяц в Берестском биосферном заповеднике. Это очень атмосферный отряд, потому что это то место, где ребята могут сплотиться вместе. Потому что ребята месяц живут вместе, месяц работают вместе, ребята отдыхают вместе. Будут отряды и международные. Так наши студенты поедут в Амурскую область России на строительство космодрома. Чтобы попасть туда, здесь у молодых людей строгий отбор. В некоторых вузах порядка 10 человек на место. К тому же все из них досрочно сдают сессию. Наши ребята в этом году будут работать в Российской Федерации. В составе педагогических отрядов. Потому что их ценят, их работу знают. Ну и мы, конечно же, пригласим наших коллег из российских студенческих отрядов. Это уже более 50 лет этой традиции. Ребята идут, ребята работают. Каждый раз что-то новенькое. И самое главное, что ребята ценят эти традиции строительского движения. В этом году каждому студотряду дадут имена героев Советского Союза. В честь 70-летия Победы. Это еще одна дань традиции. Большинство студентов работу начнут после сессии. В начале июля. Но закончится семестр глубокой осенью. Дмитрий Байрович и Валерий Науменко. Телекомпания СТВ. Новый авиарейс связал Минск с экономическим центром Казахстана Алматы. Полеты пока выполняются два раза в неделю. Продолжительность пребывания в воздухе 4,5 часа. Специально к открытию рейса разработаны новые тарифы. А также упрощена процедура таможенного оформления багажа для пассажиров. Планируется, что уже к лету самолеты из Минска будут отправляться в Алмату ежедневно. Минска-Алмата – это самое большое расстояние в сети регулярных рейсов авиакомпании. Мы, как вы знаете, недавно получили в свой флот два новых Боинга 703-7800, которые – это самолеты нового поколения, большие самолеты, самые большие в нашем флоте, 189 кресел, которые без каких-либо проблем могут долетать до Алматы и обратно с полной коммерческой закрусткой. Город Алматы. Есть такие хорошие торговые и экономические связи с регионами Белоруссии. И если до этого приходилось через другие города сюда пребывать делегациям этих областей, то теперь напрямую и чаще будет. Есть еще стимул к тому, чтобы выполнить поручения глав наших государств Александра Григорьевича Лукашенко и нашултана Абишевича Назарбаева по удвоению товарооборота между нашими государствами. Около 500 ветеранов встретились сегодня в Минске на балу победителей. Цветы, поздравления, подарки от руководства города, министерств и ведомств, концерт и, конечно же, воспоминания. Анастасия Бенедесюк стала свидетелем не только душевной встречи однополчан, но и увидела, с каким трепетом победители собирались на свой же бал. Мальчики и девочки, юноши и девушки именно так сегодня со сцены обращались к ветеранам. А как по-другому? Они ушли на войну, когда им не было и в 18-ти, сменив сикцевые платья и рубахи на фунтиры, вышлаты и гимнастерки. О вальсах и баллах тогда, естественно, и речи не было. И сегодня, кажется, наверстывая то самое время, вальсируя, они дадут фору и нам, молодым. На фронт она не ушла, сбежала. В 18-летней Людочке Жданович вопрос выбора не стоял. Попав в зенитный артиллерийский полк, ей с прекрасным почерком предложили работу в штабе. Но хрупкая девушка проявила железный характер. Сказала, стану радисткой и стала. После войны учеба, работа и, конечно, семейные хлопоты не до танцев. Людмила Александровна и вспомнить уже не может, каким у нее был тот самый первый вальс. Я уже губки не крашу сильно, а так чуть-чуть. Она долго будет искать помаду, говорить, что время ярких оттенков прошло, потом поправит укладку и добавит. Вы не знаете, сколько мне лет? Не знаете. Мне через полгода должно быть 90. Вы очень хорошо выглядите, Людмила Александровна. В чем ваш секрет? Не крашусь, кроме губы, ничем. Не употребляю никаких абсолютно. Ну, обычный человек и все. Она сдержана во всем. От макияжа до выбора гардероба. Но, кажется, именно это и придает бывшей радистке истинную грацию и утонченность. Одену свой пиджак, одену свои награды, которые заслужила. И это их главное украшение. На балу, который прошел вот уже во второй раз, собрались почти пять сотен ветеранов Великой Отечественной. Организаторы уверены, душевный праздник обязательно станет традиционным. К тому же, просто балом его назвать трудно. Это скорее встреча друзей-однополчан. Настроение прекрасное. Прекрасное по одному случаю. Потому что нас сегодня приветствуют, поздравляют в преддверии Великого нашего Дня Победы. Первый вальс. Я танцевал после войны. Это было для меня самое счастливое время. Накануне от главы государства благодарственное письмо с поздравлениями к 70-летию Великой Победы получили все участники бала. А уже сегодня со сцены ветеранов чествовали представители городских властей, министерств и ведомств. Накануне этого мероприятия была проведена огромная работа. С нами были обследованы бытовые условия ветеранов, для того, чтобы в максимально короткие сроки решить все возможные бытовые и другие проблемы. Теплые слова и фронтовые песни для победителей и от белорусских артистов. Формат обязывает в этом году для ветеранов «Голубой огонек». И куда же без вечного хита и негласного гимна Великой Победы. Анастасия Венедесюк, Тамар Малак и Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Девять дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отчет до главной исторической даты 20 века. В этот день, 30 апреля 45-го, войска Первого Белорусского фронта начали шторм Рейхстага. После ожесточенных боев советские воины водрузили Красное Знамя Победы на его куполе. А войска Второго Украинского фронта заняли крупные населенные пункты в Чехословакии. Тем временем в Белоруссии постепенно налаживается мирная жизнь. В Минске открывается регулярное трамвайное движение. Мы продолжаем погружаться в военное время, слушая истории о тех, кто подарил нам мирное небо. В 1943 году мама с папой поженились совсем молодыми. Его сразу забрали на фронт. На фронте они дошли, как он рассказывал, дошли до Польши, до Вислы. Там его ранило. Осколок остался у него до сих пор в груди, а ногу ампутировали несколько раз. Его ранило в ногу. И он написал маме письмо моей, что, может быть, я тебе не нужен такой. И мама поехала за ним и привезла его. Мои внуки у него спрашивают уже, правнуки, дедушка, расскажи. Ну, начинает рассказывать, свистели пули. Говорит, своей мамой письмо пришло, молитва пришла в письме. Он говорит, я ее читал каждый день. И, может, благодаря вот этому я как-то выжил. Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефону горячей линии СТВ. До Великой Победы оставалось 9 дней. Ветераны Великой Отечественной в эти дни в центре особого внимания. В адрес пожилых людей звучат слова благодарности и признательности. Не остается в стороне и наш телеканал. Мы попытались найти тех, кто в силу разных причин остался без внимания близких родственников. Сегодня мои коллеги навестили витебчанина Ивана Данильченко. И не с пустыми руками. Анастасия Буд продолжит. Ивану Петровичу через два месяца исполнится 90. Признается, никогда не думал, что сможет дожить до столь почтенного возраста. Ведь жизнь не раз его серьезно испытывала. В 18 он уже освобождал захваченный фашистами Киев. За плечами десантника 75 прыжков. Из них 25 в день авиации в Москве в 47-м. Правда, тот уже мирный год едва не стал последним в его жизни. В Полоцке служил. Тогда еще не оборудованы были эти склады теплые. И парашют смерч. И при прыжках плановых мой парашют главный не открылся. Шел винтом. И 100 метров от земли я сумел открыть. Со своей любимой супругой они душа в душу прожили полвека. Несколько лет назад она ушла из жизни. Чуть позже ветеран и вовсе остался один. Не стало старшего сына. Трагедия случилась и с младшим. Старший сын служил в армии. Офицер был. Заместитель командира корпуса атомных подводных лодок. Еще один сын. Работал в следственном изоляторе. И на него напали 6 заключенных. Избили. Теперь находятся в интернате селюты. Семья старшего сына иногда звонит дедушке из Севастополя. Жена и две дочери младшего. Хотя и живут в Витебске. Но ответственность за старика не решился взять на себя никто из них. Домом Ивана Петровича стал интернат. В тяжелое для ветерана время его поддержало государство. А сегодня к солдату победы нагрянули неожиданные гости. Добрый день, Иван Петрович. Вот такой небольшой сувенир от телеканала СТВ. Позвольте вас поздравить с наступающим праздником. С 70-летием Великой Победы. Свои поздравления в канун Великого Праздника Ивану Петровичу привезли сегодня ведущие корреспонденты СТВ. А вместе с наилучшими пожеланиями и новый телевизор. Рад, что заслужил в жизни такого. Благодарен всем сотрудникам этого канала. Впрочем, как признается сам ветеран, дело не столько в ценности подарка, сколько во внимании. Ведь ветеранам важно, чтобы о их подвиге знали, помнили и гордились. Ведь этим людям, по сути, многого ничего не надо. Они готовы с себя последнюю рубашку снять, отдать нам. Но только они ждут от нас внимания. Приедьте к нам, поговорите с нами. Вот это для них важно. Меж тем, список добрых дел нашего телеканала еще будет пополняться. Накануне 9 мая не раз ведущие корреспонденты встретятся с ветеранами. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. По новому телевизору смогут ветераны посмотреть и чемпионат Европы по художественной гимнастике. Континентальное первенство стартует в столице уже завтра. В этом году за награды поборются свыше 200 спортсменок из 37 стран. То есть наш турнир стал самым представительным в истории европейских форумов. Все гимнастки уже приехали в Минск. И пока болельщики находятся в ожидании красивого спортивного праздника, грации проводят время в тренировочных залах. Но сегодня, отойдя от плотного графика, девушки отправились на экскурсию по Минску. А вместе с ними и наш корреспондент Анна Галета. София – фаворит сборной Латвии по художественной гимнастике. В спорте она с трех лет. В тренировочный зал девочку привела мама. Тоже гимнастка, она же тренер латвийской сборной. Сегодня София вместе с подругами по команде в перерывах между тренировками гуляет по Минску. Своё выступление репетирует прямо в центре белорусской столицы. Очень зелёный город, сооружения очень необычные. По сравнению с моим городом очень нравится. Библиотека – это что-то просто нереальное. Хотелось бы ночью на неё посмотреть. Пока одни грации знакомятся со столицей Беларуси, другие отрабатывают последние элементы своих программ. Для 16-летней Рафаэлы это первый чемпионат Европы. В Минск португальские спортсменки приехали одними из первых, поэтому уже успели совершить экскурсию по городу. Больше всего Рафаэлу впечатлила белорусская кухня. Ваша еда очень отличается от нашей. Я даже не помню название того, что попробовала. Мне понравились ваши супы, у нас они как пюре. А бульон с овощами, нарезанными кубиками я ела впервые. Было очень вкусно. От сборной Португалии на чемпионат Европы приехали всего две спортсменки. Коллега Рафаэл и Таня Думенгиш впервые побывала в Минске еще в 2011 году. Тогда наша столица также принимала чемпионат Европы по художественной гимнастике. Когда была здесь в прошлый раз, все было совсем другим. Около Минской арены велась стройка, а сейчас здесь ничего не узнать. Столько красивых современных зданий рядом. Очень красивая архитектура, так чистая и просторная. В свою сборную на чемпионат привезла и литовский тренер Даля Куткайте. Одна из самых известных советских граций. Абсолютная чемпионка Европы по художественной гимнастике год назад вернулась из Испании в Литву, чтобы передать свой бесценный опыт соотечественницам. Мы очень рады, что мы приехали сюда. И, конечно, все очень на высоком уровне. Все очень удобно, очень хорошая организация. Ну, я думаю, и наша команда, и все команды остались очень довольны. Уже завтра Минская арена примет 31-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. За награду поборется свыше 200 спортсменок из 37 стран. Организаторы обещают порадовать не только яркими выступлениями именитых граций, но и зрелищным галлопредставлением. Анна Галёта, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Сразу после нас вы узнаете, чем жил большой город в программе. Старичные подробности. Информационный итог дня мы подведем, как обычно, в 22.30. Всего доброго и до встречи.